Депутаты Сената и Мажелиса парламента поделились своим мнением и видением того, как палаты будут работать в новых условиях. И вот президент принял решение усилить роль Нижней Палаты и качественно повысить ее статус в политической жизни страны. Это стало одним из ключевых месседжей сегодняшнего послания президента. Выбирать депутатов в парламент теперь планируют по новой смешанной системе с подробностями Тимур Козагулов. Переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Этот месседж из обращения Касым Жомарта Токаева к народу Казахстана сегодня стал одним из самых обсуждаемых отныне фундаментом сильного и эффективного парламента станет его Нижняя Палата. Теперь Мажелис будет принимать или не принимать законопроекты. Сенат же оставляет за собой право одобрять, либо же не одобрять уже принятые Мажелисом законы. И вот что по этому поводу думают сенаторы и Мажелисмены. За период работы этой сессии 8 законопроектов было возвращено в Мажелис. Были, ну в целом как бы это удлиняет, вот я хочу сказать, что это удлиняет срок в целом утверждения законопроекта. И возможно с этой целью сегодня вот в свете последних событий, когда вот необходимо очень быстро, ускоренно действовать, да, и когда вот президент сегодня говорил, что мы просто, сегодня весь мир штормит, да, и мы находимся вот в зоне высочайшей турбулентности, наверное, для того, чтобы ускоренно принимать законодательные акты. На моей практике законопроекта неоднократно происходило с какими-то замечаниями, да, и получалось так, что Сенат как бы, однопартийный Сенат, как бы присматривал за многопартийным Мажелисом. Сейчас эту коллизию президента убирает. Правильным решением депутаты считают и избрание в Нижнюю палату 30% Мажелисменов по мажоритарной системе, то есть по прямым выборам. 70% же войдут в парламент, как и прежде, по партийным спискам. В областных маслехатах и мегаполисах избирать депутатов будут по системе 50 на 50, в районах и городах мажоритарно полностью. 30% мажоритарников, да, это такой некий пакет в этом пуле, да, депутатов, да, который просто выражает некие альтернативные мнения. Когда только через партии, тогда как бы мы ограничиваем конституционные права человека быть избранным. Тем не менее, идеальных систем нет, вот, и в любом случае за этим человеком стоит или какое-то гражданское общество, да, или все равно какая-то другая партия, или какие-то профсоюзы. Архиважным решением президента отмечают депутаты станет создание высшей аудиторской палаты. Если она заменит счетный комитет, за ней будут контролирующие функции за госденьгами, работу нового ведомства парламентарии будут оценивать дважды в год. В поле контроля парламента войдет и квазисектор, а это очень важно, потому что очень много бюджетных государственных денег крутится в квазисекторе. И эти деньги должны подлежать обязательному контролю. Я думаю, что эта аудиторская комиссия будет работать постоянно. Это будет такой эффективный орган, еще раз, наверное, повторюсь, где мы реально сможем изменить или перенаправить те или иные бюджетные средства. Среди политических новшеств создание конституционного суда, кандидатуру главы которого, как и председателя главы высшего судебного совета, назначаемого президентом, будет согласовывать Сенат. Поручил Касымжумар Токаев ввести и императивный мандат для напрямую избранных депутатов. Это позволит казахстанцам отзывать их, другими словами, увольнять в случае неоправдания доверия и невыполнения предвыборных обещаний. Тимур Казагулов, Азамат Саметов. Итоги дня.